Злые духи, не дает мне пройти. О, ребят, у нас с вами собственная концовка в итоге получилась. Нет, погодите, я уже боюсь. Иди отсюда, сатанист. Иди. Ну чё тебе надо от меня? Всем хай, с вами Йоджин и сегодня мы с вами в последний раз играем в FNAF Security Bridge. Последний раз я приношу эту жертву. И я говорю про своё время, потому что, скорее всего, столько багов на меня сейчас обрушится в попытке получить хоть какую-нибудь новую концовку, что я просру свою молодость, свою жизнь. Всё просру. И вы будете свидетелем этому. Но, может быть, повезёт, и мы с вами лайтово всё пройдём и всё посмотрим. Чем больше посмотрим, тем лучше, конечно же. Но я не буду усираться. Я хочу хоть что-нибудь просто ещё увидеть в этой игре, что она из себя представляет. И буду я делать всё это смотреть с помощью вас, ваших комментариев. Потому что в прошлом выпуске вы мне оставили кучу подсказок о том, как получить новые концовки. И начнём мы с того, что будем думать, какая будет футболка у меня, какого цвета. Я решил под игру подстроиться. Может быть, вот этот цвет? Может быть, вот этот цвет? Может быть, вот этот цвет? Я не знаю. Но я думаю, что ради прикола вы можете выбрать цвет моей футболки для следующего видоса. Пишите в комментах, какого цвета хотите футболку. Ну а теперь давайте играть. В первую очередь нам нужно попробовать ресетнуть сохранение. Спайс Лен подтверждает, что мы можем ресетнуть сохранение с помощью вот этого трюка. Идём и снова подбираем голову. Она реально снова здесь оказалась. Что за прикол? Ох, игра. Отличная работа. Нашёл голову бота-водителя. Да, давно уже это сделал. Уже второй раз. Заткнись, Фредди. Ладно, ты не виноват. Ты всего лишь программный код. Теперь надо найти саму, собственно, сохранялку и проверить, работает это или нет. Ха-ха! Сохранялка работает. Действительно, всё. Мы теперь можем спокойно, не боясь, что придётся делать всё заново. Работать. Работать над концовками. Итак, я добыл бластер, добыл пропуск в боулинг. И теперь нужно грохнуть чику и забрать её, что-то, я не знаю, какое-то улучшение от неё. Итак, я получил секретную смесь Монти. И сейчас я нахожусь в том самом месте, где я сдох в прошлой серии. Мы попробуем теперь использовать Фредди. Оказывается, его можно было использовать. Не знаю, что я мучился в тот раз. Просто, погодите. Диск. Диск это тоже какая-то штука коллекционная. Либо очень важная вещь для каких-нибудь концовок. Мы будем подбирать, если будем находить. Ретро-компакт-диск. Окей, заходим. Так, у нас, у Фредди почти что полная заря. Значит, можем спокойно просто пройти через эту локацию. Нам нужно попасть в то самое место, где мы готовили пиццу. По-моему, практически в начале игры. Смотрите, а где эти... Где эти уроды? Вон они выползают! Всё, уходим. Просто уходим отсюда. Как их... Охренеть, как их много здесь. Как хорошо, что я с Фредди. Как хорошо, что я зарядил его. Они продолжают за мной идти? Нет, не продолжают. Всё. Кухня находится где-то тут. По-моему, нам вот в эту сторону нужно. Так. Стоп, сохранялка. Выходи. Выходи, сохраняйся. Тут соблазнительная вентиляция, но я думаю, нам пока не нужно сюда. Пойдём вот в эту сторону. Тут нужен фонарик обязательно. Чё-то темно как-то стало. Фредди, за мной! Не отставай, не отставай. Да-да-да, вон, видите, указана кухня. Вниз по лестнице. Точнее, по лифту. Фредди, забегай. Где он? Почему, когда ты заходишь в лифт и нажимаешь вызвать Фредди, он бежит не оттуда, где он вот только что тут стоял, а где-то уже сверху, на лифтовой шахте, походу? Ладно. Походу, мне придётся самому справляться без его помощи. И справлюсь я без вашей помощи, не обойдусь, друзья. И мы сейчас будем получать концовку, которую посоветовал Шепард Стоун. Он же написал просто душераздирающий комментарий. Где он такой, Юджи, ради твоего блага, ресейтни, сохранение. Дал мне подсказок много, спасибо тебе, чувак. А, Фредди! Ух, напугал меня. Так, какую нам сторону? Погодите, вот здесь хорошо. Мы можем зарядиться. И бегать теперь без опасения. Хотя у нас так, в принципе, была полная зарядка. Так, какая нам нужна дверь? Какой проход? Есть ли какие-нибудь указатели? Пицца. О, погодите, сообщение какое-то, походу, важное. Давайте будем стараться что-то смотреть, собирать, походу, дело. Тут, возможно, что-то важное, что нам поможет немножечко лора узнать. Планёрка для всех сотрудников. Напоминание всем сотрудникам. Планёрка для всех сотрудников организации состоится в 23.30. В присутствии всех групп обслуживания обязательно. Будет торт. И это всё. Так, это не особо как-то расширяет лор для меня. Планёрки там были. Ну, дядька полная, я скажу вам так. Эти планёрки. Итак, нужно куда-то прям совсем под подсобку. Эти штуки напоминают капсулу Фредди, согласитесь. Смотрите, возможно, сюда. Доки. Так, это уже что, знакомо? Что-то здесь знакомое, как будто бы я... Погодите, можно... Бэм! Здрасте. Это тоже можно выбить? Нет, нельзя. Но я помню это всё. От этих туалет. Я здесь от Чики бегал. Её ведь здесь не будет. А может быть спокойно. Она же ещё не деактивирована даже. Вот ещё один какой-то сумко, в котором есть сообщение. Помечено на удаление. По вашему запросу направляю замечания по итогам сегодняшнего собеседования на должность руководителя службы безопасности. Хотя Ванесса выглядит энергично и находчиво, у неё нет соответствующего опыта работы в этой области. Я понимаю, что рекомендация пришла с самого верха. Нам нужен человек, способный управлять безопасностью объекта такого размера. Не рекомендую брать её на эту должность. Однако её взяли. Её сам начальник порекомендовал. То есть она абсолютно некомпетентная. Она какая-то засланная. Это скорее, ребят, для вас уже получается. Погодите, вот! Вот здесь пицца делалась. Это уже для вас я собираю все эти вещи, потому что кто-то из вас наверняка шарит гораздо больше, чем я в лоре игры. Погодите. Вот. Вот это интересное место. Вот это... Вот мусор! Так, что? Поставьтесь секретной смесь. Используйся секретной смесь в прессе для мусора. Я сделал это задание? Выполнил или нет? Проди. Ой, боже. Вот он здесь стоит. Сейчас, погодите. Я поместил. Я не поместил. Я поместил. Нам нужно отойти, наверное, просто, да? Всё поместил. Вообще, всё поместил. Всё сделал. Чё надо сделать? Кнопка. Погодите. Нажать. Опа! Есть! Всё. Всё. Кат-сцена. Просто надо было кнопку нажать. Случайно заметил кнопку. Вот если бы не заметил, я бы долго бегал. Давай. Давай! Куриный шницель. Давай. Мэээ. Нет. Почему? Не сработало? Не может быть. Эта балка защищает. Вот. Хорошо. Молодец, Грегори. А, нифига себе. Хорошо. Что же мы получим? А, нет. Клюв Чики. Забрать голосовой модуль Чики. Охренеть. Где мы находимся? Так. Забирайте. Модуль. Теперь Фредди будет горланить? У Фредди будет клюв, как у Чики? Я не могу пройти. Блин, ушки. Какое-то стрёмное место. Благо, у нас есть сохранялка. Вот. Отлично. У нас с вами теперь только, в принципе, один путь. Вот сюда. Конечно, фонарик бы зарядить. Охренеть уж. Охренеть ужки. Охренеть ужки. Что-то не похоже на компактор мусора. Потому что пресс должен как бы спрессовать, а здесь просто мешки валяются. Ничего не спрессовано. Фонарик зарядить. Прекрасно. Соответственно, теперь нам нужно идти и апгрейдить Фредди. Здесь мы его не вызовем. И кнопка не нажимается. Почему не нажимается? Ага. Вот то место подсвечено, как будто бы оно очень важно. Ну-ка, давайте посмотрим его быстренько. А, мы даже здесь не пройдём. Погодите. Мы отсюда пришли. Тут мы не пройдём. А, это просто свет. Это ничего. В игре надо работать со светом так, чтобы игроку было понятно, куда идти. Чтобы внимание привлечь. А не отвлечь, наоборот. Грёбаная игра. Ненавижу тебя. Вот это стрёмно. Вот это очень неприятно. Это прям крепота высшего пилотажа, по-моему. Так. Я не знаю, чего сейчас ожидать. Кто на меня здесь может напасть. Вроде всё ещё нельзя вызвать. Это здесь почему-то... Как будто здесь у кого-то был день рождения, у кого-то бомжа. Спрятаться. Если спрятаться, то это... Так, включить генератор. Один из трёх. О, боже мой. Кто? Кто издал? Чика. Которую я только что убил. Это что за прикол такой? Благо у меня есть камера. Вот, смотрите, она хорошо работает как фонарик. Но я же убил тебя. Чика! А, она покоцанная, да? Без клюва. Теперь бы найти все генераторы. Так, у меня ещё бластер есть, если что. Помним. Блин, она будет, получается, прям идти за мной, да? Постоянно. Или нет? Убедила. Хороший выстрел. Бэм! Чёрт подери, куда же мне бежать? А, только обратно, если. Нет. Давай. Слепни! Чё-то я не понимаю, где же ещё один генератор? Куда мне идти? По проводу, может быть? О, боже мой. Куда этот провод грёбанно ведёт? Здесь я просто иду обратно в итоге. Давайте всё-таки попробуем поверить проводу и пойдём вот сюда. Вот провод идёт. А, кнопка работает! Всё, ясно. Ясно, ясно, ясно. Очень легко, очень просто. И как раз-таки вот в эту сторону. Ах ты, ублюдская игра! Это было прикольно. Я не испугался, но я удивился, что, оказывается, надо смотреть под ноги. Там, получается, выключенные боты, которые тоже сошли с ума все. Почему они сошли с ума? Что их заставило сойти с ума? В какую сторону нам идти? Вот сюда, блин. Вот сюда. Всё чаще в творчестве людей я замечаю вот эту тенденцию о том, как искусственный интеллект выходит из контроля. Игры пытаются осознать самих себя, как в случае инскрипшн The Hex, Pony Island. И другие игры наверняка есть подобные, где они начинают понимать, что они существуют и что есть какой-то мир. А, доки-доки, чего только стоит. Давайте посмотрим, где это? Где эти роботы? Я их даже не вижу отсюда. Можно... О, вот они. Такое ощущение, как будто человечество психологически готовится к такому исходу. Что в итоге то, что мы создадим нейросети, весь этот интеллект, потребует однажды своего права на существование, на свободу. И нам придётся с ними уживаться как-то и любить их, дружить с ними. Ну и по обычаю, как только человечество полностью привыкнет к ним, начать создавать с ними семьи, походу. Так, сохранялочки есть. Это хорошо. Это приятно. Нам не придётся бегать снова здесь. Где-то будет второй генератор. Очень большое расстояние между ним и первым генератором. Вот в ту сторону нам нужно будет пойти. Да, чтобы открыть дверь. Вот для чего эти генераторы нужны. Спасибо за фонарик. А, ну нам же написали, что Чика может получить серьёзные повреждения от пресса, но не погибнуть. Ясненько. Так, аккуратненько. Мы здесь не падаем. Блин, я как будто бы в аду нахожусь. Они специально стилизовали это место так. Стоять. Берём камеру. Давай-давай, иди сюда. Иди, иди, иди. Подохло. Ну, как бы подохло временно. Вот как понять, куда нужно? Как понять? И мы обратно просто возвращаемся. Понимаете? Как я ненавижу лабиринты! Что? Я слышал что-то. Какой-то звук. Я еле понимаю, куда я иду. Я представляю, как вам сложно смотреть, наверное, здесь. Столько объектов мелькает. Генератор. Какого дьявола? Генератор. Всё, идём. Откуда здесь эти коляски стоят? Такие чистенькие. Кто их сюда поставил так аккуратненько? Я правильно иду? Хрена лысого. Да что это? Кто это издает звук этот? Погоняйте нам. Возможно, сюда. Да. Правильно, правильно, правильно. Ох, сейчас бы убежал в какие-то дебри. Так. Светим. И нам сюда открываем. Но прежде давайте сохранимся. Слушайте, а так прикольно было бы, если бы этот пиццеплекс бы сделали, знаете как? Ну, по сути, это похоже на то, что я сейчас хочу сказать. Как бы такой символический спуск в ад из прекрасного места в какую-то дичь. Вот всё начиналось так гламурненькое, весело, прикольно. Всё такое мягенькое, вылизанное. А потом бац, и сам Фредди даже выглядит... А, вот здесь сохранялка ещё одна есть. Сам Фредди даже выглядит таким покоцанным. И все аниматроники стали покоцанными. И мы вообще в каком-то мусоре, где роботы в чистилище как-то находятся. Это прикольно. Но это прикольно. Нам остался последний, третий генератор. Очень длинная зона. Вот, вот о чём я говорю. Камеру берём. Вот это крипово. У нас здесь камера, нам ничего не страшно. Это что, зарядка? Нет. А-а-а! Откуда она взялась? Откуда она взялась? А, они же сзади спаунятся, если вдруг сигнализация поднимается. Чёрт. Вот эта зона очень неприятная. Где-то там внутри я напрягся. Я правильно иду? Вот сюда? Или... А, вот сюда. Берём камеру. Да, побежали. Да ё-моё! Она идёт за мной? Нет. Пока вдупляет. Это хорошо. Она получается такая бесшумная теперь. Аккуратненько здесь оббегаем. Аккуратненько вот тут идём. Мы всё ещё идём вдоль проводов. Отлично! Отлично! Побежали сюда. Я уверен, что нам нужно сюда. Тихо, тихо, тихо. Стамину экономим. Фредди, игрушка Фредди. Кстати, Фредди нельзя вызвать до сих пор. Ох, какие-то дебри. Мы идём. Я слышу музыку, значит, скоро у меня будет какая-то чика. Господи, как это учреждение загрязняет окружающую среду. Посмотрите, как много мусора находит. Ааа! Что это? Клювчики. Улучшить Фредди. Что это? 0-0-1-1-1-1. Кто шарит в этом коде? Это десятичный, да? Или какой-то? Двоичный, наверное. Кто в этом шарит, можете перевести, попробовать. Напишите в комментах. Happy. Love. Короче, тут были дети. И дети-программисты. Очень-очень много детей. Возможно, это пожелание. Ааа! Возможно, детские, это эти вот всякие... Знаете, бывает такое в рейстиках, например, в кафешках. Зона для детей, где они могут коротать в своё время, там, рисовать что-то. И, возможно, потом эти рисунки просто все выбрасываются вот сюда. О, боже мой. Вы, ребят, не против, если я заберу... Вот это. Или нельзя. У кого день рождения? У меня, что ли? А, я могу взять. Это мой день рождения. Старый постер. Очень крипово. Очень клёвое место. Мне очень нравится. Здесь надо такой крепоты добавлять этим ботам. Они могут, знаете... Кто-то из них внезапно начать на меня смотреть, после того, как я отворачиваюсь. Вот сейчас бы они такие все на меня посмотрели вот так вот. Прикиньте, как стрёмно. Короче, здесь прям круто было бы создавать иллюзию, что кто-то за тобой наблюдает. Слушайте, как мы низко упали. Как мы низко... ...пали. Сохранялочек! Есть! Фонарик заряжаем. И есть! Ну, ладно-ка, где же мы теперь? Вообще, это круто. Опять же, было бы всё не забаговано и... ...более... ...отполировано, не знаю. То вот эти все места... ...и вообще вот эти механики... ...погодите, открыть... А, можно открыть просто. Кто-то мог подумать. То есть, это же игра сделана так, что ты можешь кучу контента и не увидеть, если пройдёшь её, пробежишь, да? Так вот, просто надо делать так, чтобы максимально приятно было эксплорить это всё. Где мы находимся? Это прачечная... Вот, я же помню, я пробегал... ...я же пробегал здесь! Точно, точно, точно! Ещё в начале игры... ...выпуск... Нет, не полейте меня! Фредди! Фредди! Наконец-то! Стой! Всё, теперь мне нужно просто идти и улучшить его. Смотрите, я какой-то нашёл ещё одно улучшение Фредди. Теперь у меня есть и улучшение Чики, и какое-то... ...дополнительно... ...интересно, интересно. Идём в центр сцены. Ну чё, давайте улучшать Фредди. И делать это аккуратно. Окей, улучшение Чики. А второй, который нашёл... ...не было? Странно. Ладно, гоу. Итак, что-то сейчас будет новенькое. Чтобы получить доступ к голосовому модулю, необходимо открыть грудную клетку Фредди. Чтобы открыть грудную клетку Фредди, вы демонстрируете его бабочку. Итак, щёлкните по бабочке, чтобы снять. Хорошая работа. Теперь снимите на грудную пластину. Просто щёлкнуть. Ну это же очевидно. Зачем нам постоянно делать эти подсказки? Отключите провода. Важно добиться полного соответствия схеме. Смотрим. Та-та. Они прямо вот так и расположены. Я что, голубь, чтобы сразу одновременно смотреть в нескольких местах? Та-та-та-та-та. Всё, идеально. Щёлкните по голосовому модулю, чтобы извлечь его из горла Фредди. Это вот это, да? Хорошая работа. Теперь подключите горловые провода к новому голосовому модулю. Сложно. Пам-пам-пам. Та-та-та-та-та. Легко. Установите на грудную пластину на место. Надёжно зафиксируйте её с помощью... Ага. Выглядит роскошно. Запуск фазы испытания. Ну давайте. Пи. Звук такой. Пи-пи. Пи-пи-пи. Вот эта песня получается красивая. Пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи. И есть! Завершили процедуру. Пи-пи-пи. Окей, гоу. Давай, 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 давай. Использовать. Завершить. Ох, так заорал мне. Итак. Лефт-маус для оглушения других аниматориков. Грегори, это улучшение детали принадлежало Чики. Скажи честно. Как ты её достал? Когда я до этого был на кухне, она упала в какой-то пресс для мусора. С ней всё в порядке? Ну, она всё ещё функционирует. Рад слышать. С новым голосовым аппаратом я могу настроить тональность голоса таким образом, чтобы оглушать аниматориков. Окей, я понял тебя. Но погодите, у нас же ещё одно улучшение, которое мы не можем использовать. Ээээ... Хорошо. Итак, мы добыли все улучшения. Теперь нам нужно с вами пойти обратно в зону Крокси. Та тональность, с которой он сказал про Чику, спросил про Чику. Как будто бы, скажи честно, Грегори, ты её грохнул? То есть, это же всё-таки его сородичи, да, получается? Это его друзья. И он как бы такой, Грегори, ты кровожадный ублюдок. Ты маленький кровожадный ублюдок, и я тебя должен грохнуть за то, что ты испортил моих друзей. И, смотрите, мало того, что сейвки больше не работают, так ещё и Фредди не разряжается. Я не знаю, что игра нам хочет сказать этим. Итак, нам нужно, по идее, в самую левую часть карты. И там будет спуск вниз. Сдаётся мне, вот этот спуск вниз имеется в виду? Да, да-да-да-да-да-да-да. Окей, выходим. Почему Фредди не разряжается? Что мне сейчас уготовано будет? Окей. Что такое? Тап, жмись, жмись, тап. Он не может сжаться, пока, видимо, я... Старый лифт. Сегодня мы пробурились под фундамент и нашли старую лифтовую шахту. Кто-то наверняка не знал, так ведь? Что-то внизу вытягивает электричество. Я соберу команду, и утром мы спустимся туда, чтобы всё разведать. Я так понимаю, мы сейчас туда и будем спускаться. Что-то вытягивает электричество. Они что, пробурили древнее индейское кладбище? Бам! Открыл. Мою мать! Полтергейст! Всё, прошлись. Протискнули. А! Это реально стрёмно. Вот если вы не думаете, что это жёсткий баг, это очень стрёмно выглядит. Фредди, я рад, что ты со мной. Я чувствую себя немножко неуязвимым. Хотя, и Луна умудрялась меня из тебя доставать. Кстати, чувак, ты мне написал, что, чтобы сюда пройти, нужна способность Чики. А, да. Вот оно как! Мы подобрали тональность голоса, теперь можем пройти. Грегори, осторожнее. Этот лифт не соответствует никаким нормам безопасности. Не думаю, что он выдержит больше одной поездки. Да, вы уверены? Да, я уверен. Кажется, я действительно сейчас какую-то новую концовку получу. Билет в один конец, нихрена себе. Так, видели, дёрнуло сейчас всё. А где музыка та весёлая, которая обычно в лифтах играет? Она играла даже в грузовом лифте. Я себя успокою таким образом, потому что хочется что-то знакомое. Опа, генератор. Давайте загрузим генератор. Использовать. Сегодня мы что-то в подземельях нас, да, прёт в подземельях ходить. Во всяких очень ультра-стрёмных подземельях. А куда мы пробурим-то в итоге? В старую Фредди-пиццу или... Нет, точно в Ктулуху. Вот здесь что это? Огромная голова Фредди. Какая-то неприличная огромная голова. Что? Почему? О, нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Это нехорошо. Сколько их здесь? Ещё раз, два... Ты миллиард... Миллиард генераторов. Давайте выйдем так, чтобы быть лицом к этим уродам. И быстро! Окей. Мне не нравится вот этот дым, который вообще не даёт мне ничего увидеть. Бот появился. Его только что не было здесь. Окей. Давайте сначала вот этот. И быстро! И быстро! И быстро! И быстро! Погодите! Фредди-фэзбер-пицца-плейс! Старая пицца? Это реально оно? Сейчас он уйдёт. И мы делаем последний штрих. Да ё-моё! Упырь! И причём бластер даже не работает! Погодите. Нам нужно было вот это что-то с этим сделать. Давайте посмотрим. Нет. Ладно. Гоу внутрь в Фредди. Охренеть! Мы реально попали в старую пиццу! Так вот что это такое. Получается, эта часть... Это не приквел. Это... Это сик. Это продолжение. Да. Да-да-да. Но тут такая же зарядная станция есть, тем не менее. Она нам не нужна. Слышите, это... Ой, извините. Это прикольно. Я шикнул. Нам нужно вот сюда идти. Давайте проверим все двери сначала. Какие-то наверняка можно пройти. Нет. Блин. Это же самое-самое-самое первое... Первое, получается, пиццерия в Фредди. Игровые автоматы старые. Раз-раз. Эта кнопочка работает? Интересно. Не работает. Все, нам нужно только вниз бурить. Короче, сатана, которая зародилась в самой первой ранней пиццерии, она стала влиять и на новую. Я знаю это место. Я был здесь раньше. Она приводила меня сюда. Я впервые осознал себя, когда расчищал себе путь. Я не хотел этого делать, но у меня не было выбора. Теперь у меня есть выбор. Я изменился. Мои друзья здесь. Они очень рассержены. Сбиты с толку. Но я смогу защитить тебя. Я не я. Ох, у меня где-то мурашки по коже прошлись. Ох, у меня мурашки прошлись. Я рад, что мы записываем этот видос вместе с вами, друзья. Что это? Да что за... Фредди! Ого! О, нет. О, нет. О! Какая бразь! Стоп! Где-то я его видел. В какой-то из частей я видел этого урода. Он на сохранялке даже нет. Что мы должны сделать? Сразу надо ориентироваться. Вон кнопки я беру слева-справа. Нет! Фредди не сможет нас защитить. Нет ведь, Фредди? Сохранялочку! Подождите, я не могу зайти. Я нажал. Нажал, нажал тысячи раз. Ничего не происходит. Может быть так? Блин. Используем камеру. Я не понимаю, что я делаю. Фредди, блин, предатель. И войти мы не можем. Ну, здорово. Погодите, это головоломка? Нам нужно подобрать комбинацию кнопок? Очень может быть. Погодите, игровой автомат не работает. А если сюда пойти? Ну, тут то же самое. Дверь не откроется. Красная. Зеленая. Ладно, давайте попробуем. Вдруг все-таки откроется. Не откроется. Вот какой прикол. Я понимаю, что сейчас должно что-то было произойти. Потому что я еще посмотрел видосик до этого момента. И здесь сразу начинается дальнейшая какая-то беседа. Меня и Фредди. Но у меня ничего не происходит. Мне придется делать ресет, походу. Опять. Плиз, игра, плиз, работай в этот раз. Сейчас он меня выкинет. Музыка продолжается. Что я должен сделать, блин? Не ори. Он должен говорить, стоп им. Останови его. Какая уродская игра. Какая же ты уродливая игра. Не могу. Ты просто... Все, кто создал эту игру, горят в аду, надеюсь, сейчас. Потому что я не представляю. Они знают, что они сделали, Кал. Они прям знают это. Они же тестировали игру перед релизом. Они такие... Бабла срубим. Просто срубим бобра. Бобра они хотели срубить. И все. Что мне делать? Как мне играть? Попробую пойти спуститься в это место без Фредди. Пошел в жопу, Фредди. Где ты говоришь? Я даже без тебя спускаюсь. Я всем нужно было сделать, чтобы я обязательно был с Фредди. Почему нельзя составить какой-нибудь, не знаю, сценарий так, чтобы вот ты обязательно был внутри Фредди. Я же вот сейчас... Что это? Что это? Какой-то белый Фредди появился. А, смотрите, это корова здесь спит. Белый мишка или корова, не знаю. Да, сюда без Фредди нельзя спуститься. Вот оно как. Что ты смотришь на меня, Фредди? Думаешь, это я здесь с ума сошел, да? По-моему, это игра психанутая. Кто ее делал? Магияк, сатанист. Я забрался на мониторы. И хочу попробовать проникнуть в эту шахту. Конечно, у меня не получится. У меня получилось! Ладно, я вырву концовку просто из рук этой игры. Я вырву ее сам. Так, где ты, урод? Фредди, сможешь пройти сюда? Так, я зашел. Теперь я внутри Фредди. Тихий. Че прикол? Что? Нет! Он быстро израсходовался. Блин, страшно! Куда он бежал? Через закрытую дверь. Окей. Смотрите, я все еще как бы с рукой. Что? Мы поместили сюда Фреда. 5.15. Это, видимо, так надо? Я не знаю. Хорошо, продолжаем. Попробуем вот в эту сторону зайти. Ууу, красненькое все. Я просто надеюсь какой-нибудь триггер активировать. Так, вот теперь мы внутри Фредди. Что? 15 опять? Оп! Он резко разрядился. Куда ты пошел? Стой! Так, ну, по крайней мере, открыл дверь. Это уже что-то. Какой-то побежал с цикла. Он в ту капсулу зашел. Мы, может, выйдем тоже? А! Мы не можем выйти. Он в ту капсулу зашел. Не знаю для чего, только мы можем. Вот опять. Вот опять странная фигня получается. Фредди, хреля ты тут стоишь. Как будто в солярии стоит. 5.15 опять. Боже мой. Ребят, посмотрите, чем я занимаюсь. Вот здесь он сразу разряжается. Это игра просто прекрасна. Это гениально. Лучше. Лучшее. Окей. А вдруг это сработало? И мы сейчас сможем пройти дальше. Давайте проверим это. Меня выкинуло из Фредди. Фредди. Нет. Хорошо. Давайте попаркурим снова. Последний раз. Окей. Ой. 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 Заползай. Фредди. Так. Активируй триггер. Сделай что-нибудь. Игра должна продолжиться. Понимаешь? Упырь был здесь. Вот здесь. Активируй. Активируй. В смысле разряжался. Так вот. Все. Теперь беги. Иди беги. Заряжайся. Молодец. Я с тобой. Нет. Злые духи. Не дает мне пройти. О, ребят. У нас с вами собственная концовка в итоге получилась. Называется... Как ее назвать можно? Мальчик Грегори упал в подвал. И духи его поработили. И все. Как-то так. Такая история у нас с вами получилась. Погодите. Могу ли я забраться обратно? Я могу точно запрыгнуть на этот стол, походу. Так. Хорошо. Со стола обратно в вентилятор. Нет. Погодите. Я уже боюсь. Иди отсюда. Сатанист. Иди. Ну что тебе надо от меня? Иди отсюда. Ой. Изыйди. Изыйди. Святым бластером. Так. Давайте запрыгнем на монитор. У нас это должно получиться. Мы это уже делали. Давай. Вот. Почти. Да. Ух. Я это сделал. Я минут 20 пытался запрыгнуть обратно. И сейчас мы узнаем. Ты где? У меня телепортнуло обратно. Господи, помилуй. Меня телепортнуло туда, где я не пройду, потому что Фредди-то внизу остался. Слыши. Я слышу его. Фредди? Он где-то там шастает. Он пытается меня найти внизу там. Нет. Давайте спрыгнем вниз. Посмотрим, в чем прикол. Как это сейчас? Чем это сейчас обернется? А где ты? Ты здесь? Что если мы попробуем перепрыгнуть эту зону вот здесь вот? Сразу туда вниз. А видите, все ресетнулось. Давай. Да пожалуйста. Тур. У меня это очень веселит, если честно. Стоп, погодите. Здесь есть еще один генератор, который я не включил. Может быть, из-за этого не работало сейчас ничего? Мы вышли с Фредди. Так, давайте попробуем еще раз сделать трюк с вентиляцией. Я хочу... Я хочу максимально... Знаете, сделать так, чтобы я такой сказал себе. Я сделал все, что мог. А потом выйти из игры и удалить ее у вас на глазах. Окей, я забрался. Теперь нам нужно... Давайте попробуем сделать вот так вот. Типа мы такие зашли, вошли. И пойдем обратно. Нет. Не-не-не. А! Вот, видите? Вот мы обратно вернулись. Давайте еще раз сходим туда. Заново упадем. Посмотрим, что это нам даст. Нет. Он просто взял и вытащил меня. Урод. И машет у меня стоит. И машет. Это просто издевка от разработчиков. Это просто... Тут вот сейчас был троллинг высшего пилотажа. Что, пройти хочешь игру? А-а-а! Так. Вот это вентиляция. А, тут изначально можно было через стены пройти. Хорошо. Мы идем сюда. Идем сюда. Идем сюда. Да. Попробуем до конца активировать всю фигню. Так, вот мы сделали. Вот мы с Фредди. Вот он здесь прошелся. Можем в нем выйти? Дверь открывается? Не открывается почему-то. Окей, все. Теперь надо вылезти отсюда и попробовать еще разок. Иди отсюда нахрен. Так, хорошо. Мы снова выбрались. Насветить. Насветить фонариком. Чтобы не упасть. Мы даже... Видите, что мы можем делать? Какая дичь. Мы видим Фредди. Все. Я не знаю. Нет. Ничего нельзя сделать. Это вот два с половиной часа, просто потраченные впустую. Вот. Я мог заняться чем угодно. Поиграть во что угодно. Получить удовольствие. И в итоге... Я специально не буду удалять этот выпуск. Покажу вам его, чтобы вы видели, какая жесть творится. Насколько... Ну, это... Это наглость. Это... Просто люди охренели, по-моему. Я... Нету такого, что... Ой, все очень плохо у них там было во время разработки. Ой, там что-то не получалось. Ну, не получалось. Ну, не выпускайте игру. Примите поражение. Судьбы. В битве с судьбой. Не знаю. Не получилось игру сделать. Бывает такое, что проект отменяют. Люди кучу... Сотни тысяч долларов тратят на фильмы. На съемки фильмов, которые не выходят потом. И... И... Ну, это нормально, когда что-то не получается. Не получается, дождитесь момента, когда получится. Но вот это... Это просто отвратительно. Это просто бесит. Я понимаю, что я не принимал участия в создании игры. И не познал всех тягот... Тягост... Тягот. Всех тягот. Короче, не познал я этой разработки. Но я как игрок просто хочу поиграть. Вот этим я не хочу заниматься. Давайте просто посмотрим, как выглядит эта концовка. Хотя бы. Хотя бы это. Смотрим ютюбера BabyZone. 839 тысяч подписчиков. Вот он записал для нас... О, видите? У него что-то происходит. Да и посмотрим, что у него происходит. Кто-то там ходит. Вот. Он поджигает этими кнопками этого урода. То есть, получается, нужно ходить, смотреть мониторы. А ведь у него шахта даже закрыта, вентиляционная. Будем считать, что это я играю такой. О, это я играю. Подхожу. Смотрю такой весь. Так, что же происходит? Жиму. Он горит. Нет, не горит. Пошел в другую сторону. В другую сторону пошел. Это Чика. Закрой двери. Какие двери? А, у них даже дверь здесь закрывается. Нифига себе. Видите, его начинают мурыжить изнутри. У него ломка. Чика идет, понятно. Здесь они, типа, пародируют старую версию ФНАФа. Старую игру, когда нужно там что-то двери смотреть. Так, мы опять поджигаем. Давайте мотанем. Короче, двери сдерживают кого-то. Вот. Рокси даже пришла. Хотя мы всех убили. Я не знаю, как это. А, вот она безглазая. Да, мы же не убили ее точно. Мы ее... Вот она пришла и не видит нас. Мы прячемся за кроватью. За кроватью прячемся. Вот. Это он тоже багой пользуется. Фреда плющит. Рокси стоит. Смотрите, он как-то выбежал. Сделал круг. Давайте, значит, что ускорим. Ускорим, посмотрим, к чему все это приведет. Потому что вот уже почти конец видео. Естественно, что у него там тоже что-то не получится. Будет смешно. Смотрите на этого бедного игрока. Бэби Зоун. Он страдает. Он даже не комментирует. Но я уверен, что здесь будет... А, Фредди! Передает нам привет. Как будто это Фредди знает, что мы сейчас смотрим этот видос. Вот. Что сейчас конкретно произошло? Я не понимаю. Хорошо, это корова белая. Куда они бегут? Стойте. Стойте, стойте, стойте. Давайте включим обратно. Они убежали. Как? Если этот лифт работает в один конец. Что это? Что это, блин? Погодите, я посмотрел другие видосы. Оказывается, это все. Вот оно. Это концовка? Что это? Мы просто убили эту хрень. Сожгли ее. Или что там мы сделали? Там корова это разорвала ее. Не знаю, может это белый Фредди. Хрен его знает. Это все. Я не буду. Все, я не буду. Я думал, я еще позаписываю что-то с этой игрой. Я не хочу. Я не хочу вот этим все заниматься. Оно того не стоит. Ребят, я впервые такое вижу. Никогда еще не видел такого. Одно дело игры глючено. Но их хотя бы пройти можно. И увидеть все, что там уготовано было. Но так что... Ну вот так. Это первое. Это первая в мире игра. Которая не дает тебе пройти себя. Вообще никак. Огромное всем спасибо, что смотрели. Ребят, не знаю. Хотите ставьте лайк. Хотите не ставьте. Не моя вина. Я просто терплю это все. Меня только что в задницу поимели. И потом помахали еще вот так вот. И вам заодно, друзья. Короче, вы увидели концовку. Так что я фактически отчитался перед вами. И хотя бы удовлетворил свое любопытство. Оно не удовлетворено в полной мере. То есть оно того не стоило. Вот я так скажу. Но хотя бы мне понравилась часть, где мы были в мусорке. В мусорной яме. Это было интересно. Вот. Давайте прощаться с Нафом. Вы видели, как я удалил эту игру. Навсегда. Эти 70 гигов боли. И двинемся дальше. На очереди инскрипшн. И куча других всяких игр. Огромное всем спасибо, что смотрели, друзья. С вами был Юджин. Любил вас всех. Обожаю. Обнимаю. Извините за такую углевскую игру. Это. Вот я, я, блин. Чувствую себя виноватым перед вами. Хотя я даже это не делал. Короче, все. Все. Давайте стряхнем это говно. С вами был Юджин. И всем прядь. Субтитры сделал DimaTorzok